Маленький, что получилось? Иванов Антон Олегович, ему полтора-два месяца назад Судя по тому, что здесь написано, выслал вот эту посылку Тут, наверное, семена Адрес Иванов Антон Олегович, Башкортостан, город Стеллин, Тамах, улица Октября Вернулась, набираю у себя в трех почтовых ящиках Иванов Антон Олегович Нету такого Как это случилось? Короче, я прошу из вас, если среди вас есть Олег Антон Олегович, отзовитесь Почему не выкуплена посылка? Раз То есть не выкуплена, а она выкуплена, то есть заплачена Я работаю по предоплате Почему? А он ее не забрал на почте, что вернулось обратно? Раз И второй момент Следов у меня нету два, как ни странно Как это случилось, я не знаю И, наконец, ну она, она живая, видите Настоящая И почему он за эти полтора-два месяца не отозвался Типа, караул грабят, где моя посылка? Меня вот это смущает Бывают, конечно, жизненные обстоятельства такие, что ему уже не до посылки Но сильно много совпадений Но нету у меня Иванова Антона Олеговича Нету у меня его почтового адреса Ой, не почтового, а электронного адреса Вот это прошу вас Может отзоветесь Или кто-то его знает А вот здесь, да, я знаете, зачем зашел? Сейчас мясо будете Мне Железову прислали вот это объявление Я почему говорю? Я ненавижу школьную биологию За тупость, за дурость За вот эту вот За эту программу идиотскую За идиотские учебники Идиотские невозможно придумать А ведь это все в ходу И все, включая министра просвещения Об этом должны знать, но не знают Им все на все наплевать Они в каком-то мире живут в другом А потом Ведь находят же 4 урожая в год, да? Я что? Это мне Железову прислали Смотрите Я каждый год вам такое показываю Только тогда это было Этот самый Когда это было Память А еще я вам показываю Мою фотографию Железова Вставили в качестве это Узнаваемости, что посмотрите Там не написано было Железова Там было написано То ли Иванов, то ли Петров Но фотография моя Вероятно, что из 140 миллионов Именно моя фотография попадет К ним невозможно Значит, все-таки знали А что они предлагают 20 плодов каждые 4 месяца Вот казалось бы Если нормальный человек Да Покупаемость не требует Можем поверить, не поверить Вот, смотрите Внимание Семена Так 4 урожая в год Читаем дальше Что? Смотрите Самое главное Собираем Первый урожай Через 3 месяца После высадки Семечко садим Через 3 месяца Вот это Вы понимаете Можно Да, я знаю Они, наверное, прочитали Вот эту самую Знаменитую поговорку Чем сильнее ложь Тем больше в неё верят Но как можно было бы Вырастить У нас Те тысячи людей Которые купят Веря, что через 3 месяца Через 3 месяца У них будет Вот это дерево вырастить Вы понимаете? То, что невозможно В принципе Вот возьмите этих хозяина Да Нет Кто вот это вот придумал Кто организовал эту Огромную аферу Ведь это же По всем этим Каналам Кто эту аферу Организовал Взяли его Дали его же семена Дали ему горшки На всякий случай Ещё и землю дали Вот Дали Значит Ну, чтобы Не пачкаться В крови Значит Поставили Эту самую Какую-нибудь Автоматические Линтовку Получи пулемет Чтоб не Чтоб не промахнуться Задействовали Электронику Чтобы Через 3 месяца Автоматически Был человек Расстрелян Если вот эти вот Не будут выращены И пусть он 3 месяца растет Через 3 месяца У него В одних случаях Не появится ничего Из земли Потому что Земля подчиняется Тем же законам Весна Есть весна Осень Есть осень Вот А вся же зима То есть Через 3 месяца Ничего не вылезет Ну разве что Вот такой росток Это будет весной Нет До весны еще далеко До весны месяца 4-5 То есть Не появится даже росток И Вот вырасти И мы тебя не расстреляем А нет Автоматически То есть И вот представьте себе Человек Который окажется Расстрелян 100% Хотя он Всем уверял Что через 3 месяца Будет вот такой вот Куст Вот Вот эта подлость Невероятная Я Я ненавижу Поэтому Что Ведь найдутся Ведь они На вот эту вот Рекламу Травятся огромные Деньги Понимаете Огромные И люди Это красиво верят Ладно бы Через 3 года И то Шансов Нуль Тем более Такой урожай Но через 3 месяца И вот эту ложь Поверят тысячи Абсолютно Наивных людей Причем Это может быть Швея Которая Создает Платье Для королевы Это может быть Не просто Сапожник Который там На конвейере Прибивает Криво косо каблук Да А это может быть Сапожник Который Шьет Прекрасные Сапоги Королевы Но тут Он не специалист И он купит Эти семена В надежде Что когда-то Съез хотя бы Один Хотя бы Один фрукт Вот что страшно Я все отношу К школьной программе Школьная программа Растит идиотов Я сказал В 2008 году Перед смертью Этот самый Сам капится Раскрученный Дальше некуда Потому что Он Вел эту программу То самое Научное Россия Страна идиотов Как нам избавиться От идиотизма Как им И просто запретить Вы понимаете Его можно было бы Послать к ним Это Спецназ Прокуратура Кого еще Следствия Комитет Кого там Это Пару специалистов С дипломами Докторов науки И так далее С погонами Которые Устроили им допрос Убедили Что все это 100% афера Посадили в тюрьму Так Лавочку закрыли Но лучше бы Если бы люди Просто не купили Ни одного Чтобы у нас Дураков просто не было Нет Не дураков Еще раз говорю Какой дурак Если Сапожник может Выточить сапоги Для королевы Если швея Может для Звезды Сделать платье Какой-то особенно Они же не дураки Просто школа Их так научила Что они поверят Что через 3 месяца Будут плоды Потому что Они ничего не понимают Так учили Нас преподают Биологию Тысячи непереводимых Этих Названий Не по-русски И непереводимые И непонятные И вызубрит А если вызубрил То это еще хуже Мозги себе загадил Вот что я хотел сказать А теперь переходим К нашему Чудневского Барана Вот где я был Где я был Вот где я был Поехали Марина Добрый вечер Привет И вам добрый вечер Хабаровску Тоже привет Казахстану Привет Кургану Привет Воронежу Я в Воронеже ел Нет В Липецке Такие вкусные Яблоки были Сейчас там уже Ни хрена этого нет Так Московская область Здравствуем Сергей Кузнецов Дрова не пилить Остается уголь Так А в нашем Городе Саиногорске Которые Город энергетиков Назовем По первой Сезон энергетики Это потом Металлурги Мы понаехали Металлурги Вот С чему они удивлялись Котельные Котельные Копоть везде Котельные На угле Вы представляете Вот это Им Понять Они не могут Этого Осознать Да что же Это за страна Такая А для этих Котельных Взрывают А что мы знаем Газа у нас нет В стране Газ в Китай пошел Где у нас газ Тогда что получается Ну газ тоже Не подарок Торгуем газом Ладно Ради там Денег Что нам остается Взрывать И топить Эти печки Этим углем Что мы знаем Современных Котельных А ладно Что то я завелся Взрывать Не может Ненавидеть Но печку Топить Будете Углем Куда вы Деньтесь Всем привет Из Нижнего У нас дождь Ой Ну ладно Там еще Не зима Так Лобусов Добрый вечер Еремин Екатеринбург Я все Вы там Общаете Самые Екатеринбург Севернее Селябинска У вас по моему Уже Уже Наверное Неукровной Персик Неукровной Чережь Уже Нам не вырастить Так Смотритель Привет Алтайский Край Привет Левошка Здравствуйте Я иногда Что то говорю С оглядкой На вас Сергей Сергеевич Вот Как бы лишнего Не сказать Засмеете Я имею ввиду Как более грамотный Так Виктория Здравствуйте Татьяна Здравствуйте Смотрите А Вот кто Всегда Что то умное Пишет Слабое Недавно Выведено Еще неустойчивое Времени Сорта Куда не Привеяно Дикий Подвой Одичает Слабое Особенно Когда Попадет Пожарскую Зиму А Старая Устойчивость Там Вот Выдерется Хрис Да вы Правильно Говорите Тем более На мою Мельницу Воду Льет Черт На Мать Еще Неустойчивая По Времени Которая Вместо 30 лет Допустим Пока 10 лет Да Можем Закрепить При Этим Самым Но Дело Даже Не в том Что Слабое А в том Что Они Еще Не Определились Какие Они Будут Что Это Когда Вот Я Правильно Понимаю Это Самое Александр Николаевич Значит Что Такое Слабое Мы Сорт Неустоявшийся Пойдет Допустим Папу Будет Дикий Не Дикий Ну Невкусный Скажем Ну Пусть Невкусный Пойдет Маму Он Будет Вкусный Но Замерзнет Твою Я Руками За Вас Голосую Видите Какие У нас Люди Не Зря Латинков Сказал Что У нас Самый Интеллектуальный Сайт Ну То Есть Веду Компания Представьте Себе Где Еще В Стране Такая Эти Я До Них Не Дошел Еще Раз Хотел Пройтись По Ним Вы Железов А Вы Генетику Знаете Вот Человек Сем Летний Плодоносит Груша А Трежьте Четыре Вот Такие Для меня Генетика Это Электронный Микроскоп Это Где-то Ну Умудряется Да От Какого-то Скорпиона Ген Умедрить Какое-нибудь Растение Для того Чтобы Где-то В каких-то Условиях Что-то На Качество Подло Но Я Еще Понимаю Хотя Это Тоже На Мой Взгляд Не По-божески И Не Надо Я Бо Запретил В Этим Заниматься Вообще В Ген Мы Перейти На Это Они Не Могут Не Могут Им Придется Начинать С нуля Им Придется Записываться Эти Самые Диски У меня Выписывают Правда Чему-то Учиться Но Фиг Будет Сразу Я же Говорю Через Пять Лет Нобелевская Премия Если Сергей Железов Это Самый Еленя Савинич Еще Там Паре Человек Еще 100 Миллионов Рублей Нобелевская Премия По такому Саду Скажите Пойдет Нет А сейчас Он Пойдет Потому что Там Не Хрен Беречь Че Опять Завелся Культурно Все Вот Они Могут 30 Лет За Это 50 Тысяч Сортов Ябл На Хрен 50 Тысяч Первый Что Начинать Абрикосы С Грушами Со Сливами Скрячивать Яблони Сгрушами Итог Вкусно Итог Вкусно На хоть Черт Их Это Так Получается На ранетку Не Привай Почему Еще Как Привай Он Имеется Ввиду Недавно Выведен Неустойчивое Недавно Выведенное Потому что Там Черт Иначе Раз Он Неустойчивый Когда Неустойчивый Сорт Уже Может Повторить С помощью Привыки Качества А так На ранетку Прививайте Другое Дело Что Если Ранетка Допустим Одна Ветка На яблони Привили А другая Ранетка Осталась Родная И та Зацвела И та И вдруг Окажется На ранетке Прекрасная Яблони Ну Мы Это Уже Проходили Так Сейчас И сорта Которая Выднет 5-7 лет Назад Фу О 200% Правы Оно Еще Само Уже Нет Хотя Естественно Что Это Их Не Оправдывает Ведь На конце До Концов Люди За Правдой Ездили На Северный Полис Это Курдимов Челябинск Это Самое Абакан Саиногорск Все Перешерстил А потом Сели мы Книгу Писать Когда он Понял Что Это Феномен Всех Фотографии Полно Я не знаю Имею ли я Право Его фотографии Публиковать Вот такая Папка Все Лучшие Садоводы Урала Абакана И Саиногорска Все Там Только Не знаю Имели Право Это Когда Он Убедился Что Есть Феномен С помощью Особой Технологии Вот Тогда Только Мы Сели Писать Книгу Вот Так Что Они Не завидуют Они Про Меня Не знают Самое Страшное Знать Не Хотят Добрый Вечер Краснодарского Края Вопрос Такой Искупленный Черенков Не Нашла Описание Красномяс Слив Груши Гиганта Подмосковья Пожалуйста Расскажите Что Знаете Какой Вид Зимняя Самоплодность Вес И Когда Примерно Цветет Опыляет Ли Свару Благодарю Значит Полностью Ответить Не могу На На Прошлой Минаре Они Сейчас Холодели Лежат И Мне Интересно Я Могу Сходить Принести Эту Гиганта Подмосковья В этом Году Он Два Раза Мельче Но Зато Окрасился Лежат И Окрасится У меня Есть фотографии Давайте На Следующие Еще раз Я Расскажу Потому Что Я Не могу Без Фотографии Это Как Разговор Пустой Красномяс Слива Понятия Не Почему Тотаров Который Не Нарезал А Это Его Фамилия Это Знак Качества Если Красномяс Слива Дойдет До Плодоношения У вас Значит Она Будет Красномяс Ну То То Очень Красной Мякоть Так Она Будет Не Меньше 40 Грамм Вес А Остальное Вы Нам Расскажите Потом Ой Выдержал Не Выдержал Ваши Морозы 40 50 Ой Это Самое Это Вы Расскажете Гигант Подмосковья Я про него Говорил Фотографии Показывал Вот Это Феномен Ну Это Насчет Зимности Да Гигант Еще Лежит Но Он Уже Скоро Это Сейчас Конец Ноября Ну Читайте По Ноябре Лежит А дальше Уже Холодильник А дальше Порция Будет Самоплодность Груши Сами По Себе Желательно Чтобы Иметь Опылители Я Самоплодность Никогда же Слово Не вызывает Ну Как сказать Как Красная БК Красная Тряпка Для БК Если Даже Это Учеба Ребята Дерево Самоплодное Садите Ему Опылители У него Должны Быть Два Родителя Два Два Вот Можно Три С той Стороны Один Второй Треть Четвертый Вот Это Вот В прошлый раз Произошла Четверная Сенсация Мне Человек Напомнил Я потом Найду Это И выставлю Это Фильм Я его найду Ему несколько лет назад А у меня тысячи фильмов Я запутался Как найти Но найду И там Я в СИЗО Значит Был Когда хозяева Говорили Про такие Абрикос Королевский Который Это Самый Мой Вот А потом На прошлом юбинаре Мне взял человек И спросил Вспомните Взял и спросил Это А кто Опыляет Тот супер Сорофим Чего он Вдруг стал В два раза больше И тут До меня Я только-то И вспомнил Что Королевский Это еще больше А он Опылял С другого боку А с другого боку У него Этот самый У меня есть фотографии Вылитый Амур Только Не мелкий Во Но все-таки Амурская форма И оказывается Тогда надо Не доказывать Это Надо соглашаться Что Телегония Существует Что плоды Меняются Прямо на дереве Не в потомстве Когда Косточка Упала Тем более Попробуйте Косточка Сохранить Материнское Качество Черт из два Дождец А здесь С одной стороны Супер Королев Я уже назвал Именно то дерево Я с него Два черенка Средом Вот Я буду вам Говорить Скажите Я хочу Два Я их привью Вместе с Савенич Привью Там ниже Я хотел показать У меня так столько Третьим этажом Столько хороших Молодых саженцев Так и просится Третьим этажом Вот эти привить И получить Феноменальные плоды До 100 Ну я реально смотрю Пока до 130 грамм Вот Дальше Еще не замахиваюсь Но 130 граммов Уже получить можно И у меня такие Сколько 8 пальцев Загнул Вот сколько У меня их сейчас Супер И вот получается Что Самоплодность Если даже Дерево Готово Может опылить себя Садите им Этих Половых партнеров Лучше несколько Откуда мы знаем Вот вы же как Опыляет ли сваров Откуда Я знаю Опылить Сварог Допустим Этот самый Гигант Подмосковья Если у Чернобаева Его просто нет Сварога А у меня он 300 метров Растет Ну что я могу сделать Получается Не знаю А все знать Я не могу Я заменил С собой Несколько институтов Но всю науку Полностью Не получается Вот И Я бы делал так Знает ли Нет нет Опыляет ли сварог Нет Но садите Рядом надо Если у вас есть Такая возможность У меня такой возможности Не было У нас в России Для нас в земле Нет Она вся зарастает Лесом Так Пытаюсь скомпоновать То с кем Сажать поближе Я абсолютно понимаю Сочувствую Вот Вы на верном пути